Вас приветствует DSSL News и мы представляем вам наш специальный проект видеоинтервью с известными персонами рынка безопасности. С нами Игорь Олейник, генеральный директор компании DSSL. Игорь, здравствуйте, скажите, пожалуйста, какие новые тенденции вы можете отметить на рынке систем видеонаблюдения? Добрый день. Я бы хотел отметить прежде всего два тренда на рынке. Это видеоаналитика и рост продаж IP-видеокамер. В принципе, они даже более-менее связаны, потому что сейчас уже появляются и IP-видеокамеры с аналитикой. Если говорить вообще, так сказать, о видеоаналитике, то прежде всего нужно отметить, что система обрастает функционалом, система обрастает, скажем так, более удобным интерфейсом, чтобы эту видеоаналитику было проще использовать потом. Потому что видеоаналитика, это, понятно, это удобство использования архива, это система, которая позволяет вам удобнее, быстрее находить нужную информацию. Потому что видеоаналитика, это дополнительная информация, которая проще позволяет оперировать системой. Если же говорить о IP-видеокамерах, то стоит отметить рост продаж и тенденции в направлении мегапиксельных IP-видеокамер. То есть самые популярные, например, IP-камеры это 1.3 SSD и 2 мегапиксела CMOS, это то, что продается у нас. Мы также расширили свой ассортимент мегапиксельными камерами, например, Recount Vision. И теперь у нас линейка нашей продукции стоит, если говорить об IP-видеокамерах, из D-Link, как бюджетный ценовой сегмент, HikVision, как средний ценовой сегмент и как высший ценовой сегмент, это Recount Vision. Если возвращаться к видеоаналитике, то DSSL в данном вопросе является лидирующей компанией. Уже вышла вторая версия Active Search, которая дала нашим системам возможность поиска по всей глубине архива и поиска по всем видеокамерам. То есть на платах, на наших платах, аналоговые системы видеонаблюдения могут быть построены и каждому каналу будет дана видеоаналитика в комплекте. Вообще нужно отметить, что мы позиционируем свою систему как реально работающую, реально дающую дополнительные возможности нашим клиентам. Игорь, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Сейчас во всем мире, в частности в России, экономический кризис пошел все-таки на спад. Что вы можете отметить на рынке систем видеонаблюдения, какая ситуация наблюдается и какая ситуация в вашей компании в частности? Как мы отмечали уже раньше, кризисный год прошел для нас достаточно успешно. Мы выпустили множество продуктов, наши продажи не упали. Это говорит о том, что мы тяжело работали над тем, чтобы давать людям новые функции, новые системы и за счет этого мы поддержали свой предыдущий уровень продаж. В новом году мы рассчитываем, особенно за счет роста продаж IP-видеокамер, мы рассчитываем, что мы не только будем двигаться быстрее рынка, но и захватим новые горизонты, я бы так сказал. Игорь, скажите, пожалуйста, вот на текущий момент, какие решения из вашей продуктовой линейки наиболее востребованы потребителями? Прежде всего, это, конечно, до сих пор лидерами продаж являются платы, аппаратные платы, что всегда являлось эксклюзивом нашей компании. В прошлом году мы выпустили новое программное испечение для IP-видеокамер, Tracir 2.0. Это программное испечение также является уникальным и владает уникальными характеристиками, так как это многопоточность. И мы можем строить систему IP-видеонаблюдения, и мы поставляем регистраторы, NVR, которые позволяют не только записывать, но и отображать большое число, более 100 каналов на подключенные экраны. И, разумеется, серьезным сегментом для нас, и это те самые проекты, на которые мы сейчас работаем, это транспортное наблюдение, то есть видеонаблюдение на транспорте, в частности, это проекты с скорой помощь, и PPS, машины, дорожный патруль и патрульно-постовые машины. Игорь, скажите, пожалуйста, поделитесь какими-то планами на ближайшее будущее, может быть, расскажите о каких-то наиболее интересных проектах, на которых вы сейчас работаете. Как я уже отметил, мы делаем серьезный акцент на IP-видеонаблюдение, и мы расширили свой ассортимент, сейчас мы представляем три бренда, и выпустили свои собственные IP-видеокамеры, ActiveCam, которые оснащены встроенной видеоаналитикой. С лета мы начинаем их продажи, при этом цена их, то есть они находятся в среднем ценовом сегменте, в принципе по цене слабо отличаются от коллег на рынке, но при этом имеют встроенную видеоаналитику. Там будет некий ассортимент, также будут и уличные камеры, рассчитаны на температуру от минус 50 градусов, что вообще, так сказать, редкость на рынке IP-видеокамер. Вторым серьезным направлением является транспортная, как я уже сказал, и мы ведем совместные проекты с Российским Союзом Автостраховщиков для оснащения видеонаблюдением скорой помощи. Это серьезная социальная нагрузка, потому что сейчас мы проводим испытания, это все делается за наш счет. Устанавливаем на скорую помощь регистраторы и испытываем их в реале, в жизни, как люди уступают или не уступают машине до скорой помощи дорогу. Также, согласно указам нашего правительства, все патрульно-постовые машины, милиция, должны быть оснащены тоже видеорегистраторами. Это, прежде всего, нужно для того, чтобы... Также несет высокую социальную нагрузку, потому что машины, сотрудники, во-первых, так будут четче соблюдать закон, во-вторых, на них будет совершаться меньше покушений или каких-то противоправных действий против сотрудников милиции. Игорь, последний вопрос. Скажите, выставка MIPS, какую роль играет в развитии бизнеса вашей компании? Выставка MIPS – это, ну, скажем так, ключевая выставка в России. Это означает, что все, кто играет хоть какую-то роль на рынке системы безопасности, должны участвовать на MIPS, как говорится, без вариантов. И все, кто считает себя специалистом на рынке системы безопасности, а должен посетить эту выставку. Я хочу отметить, что участие в выставке MIPS, которая является ключевой и знаковой на рынке безопасности, является обязательным для всех, кто производит или дистрибутирует продукцию на нашем, на российском рынке, системы видеонаблюдения, контроля доступа и все, что относится к системам безопасности. Если же вы специалист, работающий на рынке безопасности, то для вас точно так же посещение выставки MIPS должно стать обязательным. Потому что год от года выставка растет. На этой выставке я слышал уже 350 экспонентов. Есть и иностранные участники, достаточно серьезно представлены. Мы участвуем на выставке MIPS уже, боюсь соврать, наверное, больше 10 раз. То есть больше 10 лет. И хочу отметить, что всегда эта выставка приносит свои результаты. Всегда к нам приходят наши клиенты, приходят новые клиенты. Мы демонстрируем свою продукцию и всегда находим, о чем с ними пообщаться и что показать им новенького. Это прямой канал к аудитории, к специалистам, поскольку они очень здесь нами востребованы и желательны. Спасибо большое. С вами был Игорь Олейник, DSSL.